В жаркой погоде мы все чаще видим людей, плескающихся в фонтанах. Одним далеко идти до настоящего водоема, другие думают, что в фонтанах вода чище, чем в реках и озерах. Люди правильно сделали, что поставили этот фонтан, потому что жарко и всем хочется охладиться. Ну, там же вода грязная. Ну и что, помоется дома. Для русских это не проблема. Фонтан еще чистый, я не думаю, чтобы это так сразу произойдет, так быстро. Но в любом случае, я думаю, что администрация города обязательно будет следить за этим. Вода в фонтанах, она, естественно, не дезинфицируется, не обрабатывается. И поэтому, если туда возбудитель попадает и вызывается довольно-таки тяжелая клиника, и сирозные менингиты, и кишечные инфекции тяжелые, и допреждение именно профилактика попадания возбудителя именно в воду фонтанов. Вода в фонтанах не фильтруется и не обновляется, а циркулирует по замкнутой системе, что повышает риск заражения грибком и инфекциями, распространяемыми птицами и животными, о которых жители города даже не подозревают. Не боитесь ли вы то, что подхватите инфекцию на этом фонтане? Не. Не. А почему вы так уверены? У меня хороший иммунитет, я ничего не боюсь. Ребенок, находясь в воде, случайно ее инфицировал, и эта вода будет инфицирована. И при такой температуре и влажной среде, естественно, возбудитель прекрасна. Это очень благоприятная среда для его размножения. То есть вода моментально будет вся инфицирована. И здоровые уже люди будут также инфицированы. То есть вот именно путь контактно-бытовой, водный путь. Вода может и попасть через рот случайно, да, особенно детишки, когда прыгают и смеются. И вот этот путь передачи, он возможен. Анастасия Шаламанова, Роман Гандаль, Андрей Минкин для программы «Городские вести».